Здравствуйте, меня зовут Чернова Ирина Геннадьевна, я педагог дополнительного образования школы номер 14-20, веду секцию спортивного туризма. И на этом занятии мы с вами разберем такую тему, спортивный туризм как вид спорта. То есть мы с вами узнаем, что это вообще такое за вид спорта, спортивный туризм, и что он из себя представляет. Итак, что же такое спортивный туризм? Давайте дадим определение этому понятию. Спортивный туризм это вид спорта. Это первая часть определения понятия спортивный туризм. Вид спорта, мы с вами знаем множество различных видов спорта, и таким же видом спорта, как и плавание, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, является и спортивный туризм. В чем отличительная особенность любого вида спорта? По этому виду деятельности проводятся соревнования, официальные соревнования, которые занесены в официальный календарь соревнований. То есть если мы с вами просто выходим в парк на пробежку, мы с вами, к сожалению, не спортсмены. Мы просто занимаемся физической активностью и ведем здоровый образ жизни. Но как только мы заявили с вами на какие-либо соревнования, например, мы просто ходили в парк на пробежку, но решили заявиться на какие-то соревнования по бегу, то мы становимся автоматически спортсменом, потому что мы приняли участие в соревнованиях. Все просто. Чтобы стать спортсменом, нужно просто поучаствовать в соревнованиях. Итак, спортивный туризм – это вид спорта, то есть по нему, так же, как и по другим видам спорта, проводятся какие-то соревнования. Вид спорта, спортивный туризм, состоящий из двух групп дисциплин. Первая группа дисциплин – это маршруты, и вторая группа дисциплин – это дистанции. Вот такое сложное понятие. Давайте же с вами разберемся, что это такие за группы дисциплин. И первая группа дисциплин – это маршруты. Чтобы было чуть попроще, маршруты – это туристские походы. То есть, если мы идем в туристский поход, и он заявлен по условиям определенных соревнований, то мы совершаем именно спортивный туристский поход, по результатам которого мы сможем выполнить спортивный разряд. Соревнования по туристским походам заключаются в прохождении в условиях природной среды спортивных туристских маршрутов, включающих в себя участки категорированных по технической трудности препятствий. Что же такие за препятствия? Все очень просто. В пешеходном маршруте препятствия, которые нам встречаются – это перевалы, траверсы склонов, броды рек. В горном маршруте – это то же самое. Горные перевалы, траверсы склонов, например, и восхождение на вершины. В водном маршруте – это участок на реке с порогом, то есть порог речной, или какой-то каньон, который мы преодолеваем на реке. А в спелеопоходах – это пещеры, в которые спускаются спортсмены-туристы. По результатам состоявшихся туристских походов выявляются сильнейшие спортсмены и туристские группы, которым потом присваиваются спортивные разряды. Все маршруты у нас классифицируются по видам туризма. Какие существуют виды туризма, мы сейчас чуть попозже разберем. А также у нас есть классификация по категориям сложности маршрутов. В зависимости от технической трудности локальных препятствий, которые нам встречаются на маршруте, к локальным препятствиям мы относим вершины, горные перевалы, пороги. А также еще у нас есть, помимо локальных препятствий, протяженные препятствия. К ним относятся траверсы склонов, каскады порогов, каньоны, пещеры. И еще благодаря другим факторам, например, району похода, автономности маршрута, суммарному перепаду высот, все туристские маршруты классифицируются от первой, самой простой, до шестой, самой сложной категории сложности. Также существует еще первая, вторая и третья степени сложности. Ну а виды туризма у нас определяются по способу передвижения. Давайте же их разберем. Ну и первый вид спортивного туризма – это авто-мототуризм, то есть туристский поход, который преодолевается на автомобиле или мотоцикле. Самый простой, первая категория сложности, автомобильный маршрут, должен иметь протяженность 1500 км. Ну а самая сложная, шестой категория, более 3500 км. Ну а мотомаршруты от 1000 км до 3000 км. Ну и следующий вид туризма – это велотуризм, то есть туристский поход, который преодолевается на велосипеде. Если внимательно посмотреть на представленные фотографии из велопоходов, то мы видим, что туристы в таких походах едут не с рюкзаками на плечах, а вся поклажа у них размещается в специальных таких велосипедных рюкзаках, которые крепятся на багажнике. Протяженность велопоходов самых простых – 300 км, а самые сложные – более 800 км. Следующий вид туризма – это водный туризм. Это туристский поход, который мы преодолеваем на каком-либо плавательном средстве. И совершаем этот поход чаще всего по горным рекам, по водным объектам. Какие у нас бывают плавательные средства, на которых мы можем преодолевать туристский водный поход? Это каяк – одноместное судно, байдарка – двух- или трехместное судно, катамаран – четырех- или шестиместное судно, и еще рафт. Рафты тоже бывают различные вместимости. По протяженности водные маршруты самые простые должны быть не менее 150 км, но и самые сложные – 190 км. Походим, наверное, к одному из самых захватывающих видов туризма – это горный туризм. Это туристский поход, который преодолевается пешком, но обязательно в горной местности. И в таких походах мы всегда используем специальное горное снаряжение для преодоления локальных попятствий, которые у нас встречаются на маршруте – перевалы, вершины, траверсы, склонах и т.д. Самые простые горные маршруты начинаются от 100 км, ну а самые сложные – 160 км. Еще один вид туризма – это комбинированный туризм. Это туристский поход, составные части которого представляют маршруты из разных видов туризма или имеют препятствия из разных видов туризма. Например, комбинированными маршрутами могут считаться пешеводный маршрут или пешеконный. Конный туризм – это туристский поход на лошадях верхом или в экипажах с сопровождением или без него. Самые простые конные маршруты у нас имеют протяженность 100 км, ну а самые сложные – 280 км. Лыжный туризм – туристский поход, который преодолевается на специальных туристских лыжах. Протяженность самой простой категории сложности лыжного маршрута составляет 100 км, ну а самые сложные – 270 км. Парусный вид туризма – маршруты, проходимые по внутренним водным путям и в прибрежных водах морей и океанов, на парусных судах, конструкции и размерения которых обеспечивают возможность спуска судна на воду с необорудованного берега и подъема на берег из воды силами экипажа. Протяженность самых простых таких маршрутов составляет 200 км и самых сложных – 700 км. Пешеходный туризм – туристские походы, которые преодолеваются пешком по равнинным местностям, но могут также преодолеваться и по горным местностям. Пешеходный туризм является самым распространенным видом туризма. Самые простые маршруты у нас составляют 100 км и самые сложные – 250 км. И у нас остался заключительный вид туризма – это спелеотуризм. Это туристские походы, проходящие в пещерах. При категорировании спелеопоходов учитываются категории трудностей пещер и их количество. Мы с вами разобрались с группой дисциплин маршруты или туристские походы. И переходим с вами к следующей группе дисциплин – это дистанции. Соревнования в группе дисциплин дистанция проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и повышения их технического и тактического мастерства. Целью соревнований является прохождение без нарушения правил и в минимально возможное время спортивной дистанции, содержащей как естественные, так и искусственные препятствия, для преодоления которых требуется использовать технические приемы и способы. Прохождение таких спортивных дистанций осуществляется с использованием специального туристского снаряжения, обеспечивающего и ускоряющего передвижение, обеспечивающего безопасность и выполнение технических и тактических задач. Соревнования в группе дисциплин дистанция проводятся по тем же видам туризма, что и маршруты. Но мы с вами более подробно разберем только пешеходный вид туризма, так как он является самым распространенным, более простым в освоении, и именно на этом виде туризма специализируется наша школьная секция. Итак, соревнования в группе дисциплин дистанция пешеходная у нас проводятся либо в условиях природной среды, такие соревнования мы называем природой, либо на искусственном рельефе в закрытых помещениях, такие соревнования мы называем залы или зальные соревнования. Мы уже говорили, что на маршрутах у нас есть категории сложности, но на дистанциях у нас есть классы дистанции, а тоже, так же как и в категории маршрутов, их шесть. Первый класс дистанции самый простой для самых юных, новичков, кто только-только начал заниматься туризмом, для них проводятся такие соревнования по самому простому классу. С 8 лет юные спортсмены могут участвовать на соревнованиях дистанции первого класса. Второй класс дистанции уже чуть-чуть сложнее, туда допускают спортсмены от 10 лет. На третьем классе дистанции могут уже участвовать только спортсмены, имеющие спортивную квалификацию, то есть спортивный разряд. Но от дистанции 4, 5 и 6 класса это уже мастерские дистанции, на них участвуют ребята-юниоры и взрослые наши спортсмены, достигшие совершеннолетия. Ну и чтобы не быть голословной, давайте посмотрим несколько видео с соревнований, которые у нас проводятся в условиях природной дистанции и в закрытых помещениях. Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На нашем занятии мы с вами разобрали, что такое спортивный туризм, что это такое за вид спорта, какие бывают виды туризма и какие соревнования по нашему виду спорта у нас проводятся. Как видите, все не очень просто, неоднозначно. Пришлось дать много очень определений и разобрать много понятий. Надеюсь, было интересно. Большое спасибо за внимание.